МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы отправились в разные уголки нашей огромной страны... Я мускатина Катя. С вами Александр Снитовский. Меня зовут Иван. ...чтобы исследовать многонациональную культуру народов, живущих в России. Это проект о людях. О большом количестве прекрасных людей, которых мы встретим, с которыми поговорим, попробуем их кухню, изучим их традиции и язык, примерим костюмы, а главное, расскажем о дружбе между разными народами. Трое ведущих. Одна большая страна и десятки удивительных народов. Это проект национальность.ру МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, я мускатина Катя. Это проект национальность.ру. И сегодня мы познакомимся с марийцами. Марийцы – народность, которую считают последними язычниками Европы. Так ли это и кто же они на самом деле? Узнаем прямо сейчас. Согласно последней переписи населения, в России живет почти 570 тысяч марийцев, большая часть из которых находится здесь, в республике Марий-Эл. И еще примерно 100 тысяч человек живут в северном Башкортостане. А вот Йошкар-Ала, где мы сейчас находимся, невероятно красивый город. Со старинными купеческими домами, величественными храмами и набережной брюгге в стиле бельгийского города. Ну и еще немного об истории. В 16 веке по указу царя здесь была построена крепость, а на ее месте основался город Царево-Кокшайск, современная Йошкар-Ала, старица Марий-Эл. Но мне и этой информации мало. Идем в Марийский государственный университет, пообщаемся с историком. Марийцы, или мне как носители этой идентичности, больше нравятся Мари. Народ, который своей историей насчитывает примерно тысячу лет. Сначала соседство с Ворской Булгарией. Большей своей частью в составе Золотой Орды. Примерно столетие в составе Казанского ханства. И вот в последующем, в течение нескольких столетий, в составе московского государства, кто такие сегодня Мари? Это народ, который, вопреки всем глобализационным процессам, сохраняет стержевые культурные основы или остов, которые позволяют народу оставаться таковым. И у нас очень большая часть наших ценностей, сакрально, я бы сказал. Браво, Сергей! Что это за музыкальный инструмент? Мне кажется, это самое необычное, что я видела вообще в жизни. Потому что это традиционный музыкальный инструмент Марийцев Шивор. И вот это вот мочевой пузырь быка. Музыкальный инструмент традиционный. В основном использовали в разных ритуалах, обрядах. Состоит из пяти основных частей. При нажатии всех дырок ощущение, что рой пчел. Как? Когда песня будет? Ну, надо полностью надуть. Во! Во! У меня очень грустная песня получилась. На каких еще праздниках можно встретить вот такое? Ну, в основном на свадьбах сейчас используют. А сейчас дети приходят в музыкальную школу. Они могут на таком инструменте? Да, я преподавал в музыкальной школе в 8 лет. У меня были ребятишки. Ходили с удовольствием, играли. У нас был ансамбль. А чем же еще богато культурное наследие Марийцев, узнаем дальше. А мы пока дуэтом. Первое, что мы узнали о Марийском языке, Йошкар-Ола переводится как «Красный город». А еще Йошкар-Ола – единственный город в России, название которого начинается наикраткую. Ей, кстати говоря, даже памятник поставили. Прямо сейчас, Людмилой, мы изучаем марийский язык. А вообще, сколько лет языку? Формирование марийского языка началось в конце первого тысячелетия до нашей эры. Предыстория марийской письменности представляет идиографическое письмо в виде тамги, тышты. Каждая тамга означает одно отдельное слово или сочетание слов. В марийском языке отсутствует род. «Тудо» мы переводим как «он», «она», «оно». Также вместо предлогов используется послелог. Например, «йолташ дэйны» с другом. Для меня, кажется, марийский язык отличается благозвучием, нежностью. Слова при речи словно изливаются родниковой водой. Вот послушайте четверостиши известного поэта Геннадия Сабанцева. С рубрикой «Язык» мы разобрались. Двигаемся дальше. Про костюмы. В центре марийской вышивки, который напротив Национального театра имени Шкетана, их безумное множество. Расскажите, хотим все знать про марийский костюм. А вот сзади вас костюм интересный. Здесь у нас пара молодая. Они только что поженились, и невеста вышла, одела уже женский головной убор. Если вы девушка, вы его только можете надеть во второй половине свадебных мероприятий, скажем так. А давайте мы вас как невесту нарядим. Вокруг ворота нашей рубахи должна быть вышивка и ленточка, чтобы сглаз дало. Ну вот невесту, конечно, просто так не одевают. Одевают с приговорочкой. Вот как звенят эти монеты над тобой, вокруг твоего пояса будут, чтобы всякое зло отходило от тебя. Вот этой алой ленточкой, чтобы щечки были аленькие у тебя и у деток твоих. Вот если возвращаясь к костюму, с какими народами схож костюм марийцев? Вот этот вот костюм, с шимакшем, мне кажется, он нигде не повторяется. Традиционно марийский костюм нигде не встретим. Национальный костюм – это не просто одежда, а олицетворение истории и духовных верований марийцев. Существует стереотип, что в Мариел колдуют. Скорее всего, он появился на основании одного простого факта. В Мариел до сих пор живут люди, которые придерживаются традиционной веры. Как и в старину, они ходят в священные рощи, совершают там обряды и даже приносят жертвы. Находятся и приверженники марийской веры, почитающие старых богов и исповедующие христианство. Однако, большинство марийцев – православной веры, поэтому стереотип развеян. Марийцев иногда называют последними язычниками Европы только потому, что некоторые из них до сих пор соблюдают дохристианские обряды, хотя большинство из них православные. Почему я заговорила о религии, стоя в лесу? Сейчас узнаем у Василия. Василий, здравствуйте. Добрый день. Марийцы всегда жили, они лесной народ, так и называли они. Они были охотниками, рыболовами, воинами, защитниками своих земель. И самая древняя религия Европы, поэтому, возможно, так называли нас немножко по-другому, возможно, лесными людьми. А как вообще молятся марийцы? Что просят, да? Да, что просят, самое главное. Во-первых, конечно, это благоденствие урожайного года, домашнего и общественного скоту, прибавление любви между народами. А можно вот прям на марийском языке молитву какую-нибудь? Ну, конечно, безусловно. Обалдеть. Да. Вот так у нас приводится всегда. В основном марийцы живут в городах, в таких же, как мы с вами, например, здесь, в Йошкороле. Но поскольку их также принято считать земледельцами, пчеловодами или лесными жителями, то многие живут вот в таких деревнях. Про город мы с вами уже посмотрели. Теперь приехали в деревню Большая Ноля, чтобы познакомиться с человеком, который занимается очень важным для марийцев ремеслом. Мне кажется, я первый раз так близко вижу настоящего кузнеца. Роман, здравствуйте, рассказывайте про свое такое нелегкое, мне кажется, ремесло. Деревня железа всегда являлась одним и самым главным материалом, потому что это все орудие труда, орудие охоты. Скажите, я вот всю жизнь мечтала что-нибудь сковать вот этими руками. Получится у меня? Конечно, сейчас скуют. Научите? Нагреемте железку и все сделайте. На самом деле это труднее, чем выглядит. Спасибо огромное. Очень приятно, кстати, что я в прямом смысле приложила руку в создании этого гвоздя. Хочется как-то подсластить нашу программу. Я приехала на пасеку, потому что пчеловодство для марийцев одно из главных древних ремесел, важных. Они даже отмечают Международный день пчелы и называют пчел божественными птицами. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поднимем с вами. Ну вот так, примерно в действии так немного поднимаешь. Ну-ка, девочки, здравствуйте. Здравствуйте, да? Надо здороваться? Конечно, девочки. Ой, очень красиво. Вот из этой маленькой колыбели потом будет выходить молодая мать. Вы только представьте, что в каждом из этих улеев по 50-60 тысяч пчел. Посмотрите, сколько их здесь. Я вся в пчелах. Теперь, раз вы на пасеке, мы попробуем. Конечно, попробуем. Не только мед, но и еще что-то. Ой, красота. Мед супер. Сразу видно, натуральный. На этом о народных промыслах марийцев все. Двигаемся дальше, будем пробовать марийскую кухню. С днем пчелы! В древние времена для марийской национальной кухни были характерны весьма специфические блюда, такие как мясо филина, ежа, ястреба, ужа и даже гадюки. Но, надеюсь, нашим поварам Ириной мы сегодня приготовим что-то менее экзотическое. Ирина, что будем готовить? Сегодня мы будем готовить марийский национальный бренд. Это подкоголь. Марийская кухня, она очень древняя, очень сытная и интересная. По совмещению хлеба и мяса в этом ее сытность. Подкоголь в данный момент вот у нас, он подается всегда, когда дорогие гости приезжают на угощение, постоянно подкоголь на столах. Марийская кухня на какую больше похожа? Вот, например, вот это блюдо, в какой кухне встречается? В данном случае подкоголь у нас похож на вареник. Так, сейчас начиночку. В данном случае у нас свинина говядина, но морейская кухня, она богата дичью. Самое интересное, это у нас плетение подкоголя. Он не лепится, а плетется. Берем. Берем. Боже мой, первый подкоголь в жизни. Давайте. Залепляем в полумесяц форму полумесяца и начинаем плести подкоголь. Подкоголи готовятся отварные, варятся, как можно, их приготовить во фритюре. Подается всегда с растопленным сливочным маслом и сметаной. Теперь предлагаю узнать, какие же главные блюда марийской кухни. Ни одно марийское застолье не обходится без трех блюд. Первый из них – команмелна. Трехслойные блины из овсяной и пшеничной муки. Второе – подкоголи, которые мы только что приготовили. По сути, это вареники с разными начинками. Последнее блюдо – марийский десерт. Медовые шарики у яч. Не могу больше есть. Что же нас объединяет? Да вот хотя бы кухня. У яча напоминает татарский чак-чак, а марийский подкоголь похож на чувашский хуран-кукли. И вообще, чуваши и марийцы очень похожи. В эти расстоянии между ними всего 100 километров. Многое переняли друг у друга. И у тех, и у других есть подразделения. У чуваши – верховые и низовые, а у марийцев – горные и луговые. Прослеживается также сходство и в ремеслах. Например, марийцы и башкиры славятся своим пчеловодством. И костюмы. Ведь не всегда отличишь, где русский, а где марийский. А марийская кугечи – это вообще та же наша с вами Пасха. Это я все к чему? Да к тому, что у наших народов так много общего. И совсем неудивительно, что все мы часть одной большой страны. На этом все. Вы смотрели проект «Национальность.ру». Спасибо, марийцы! Субтитры сделал DimaTorzok